То есть ты считаешь, что ваша армия чемпион? Обоснуй, в смысле? И вот из-за этого, то что вот эта война, значит, нас и не допускает. Мы не бомжи. Мы богаче как гораздо. Когда война закончится. Ну, мне кажется, мы выиграем. Не против нас только вы. И Байден. Китай. Герасимас! Шойгу! Ты не на тех коней поставил, чувак. Но кто-то из них виноват, а кто-то нет. Ну, мы же не без причины какой-то напали. ССК чемпион. Как ошифровывается ССК при этом? Центральный спортивный клуб армии. То есть ты считаешь, что ваша армия чемпион? Причем тут армия вообще? Ну, так это же Центральный клуб армии. Ну. Так они, получается, все военнослужащие? Военнослужащие при чем тут футбол? Хоккей? Все футболисты ЦСК? Они военнослужащие. Они в армии. Потому что это Центральный спортивный клуб армии. Да, они все военнослужащие. Реально? Реально. Ты мне прямо доказываешь это. Ну да, конечно. Они все офицеры. У них воинское звание. Конечно. Они же армейцы. Я как... Ну да, армейцы. Москвы. Так, а ты говоришь при этом, что армия чемпион? Как выглядит сегодня ваша армия? Ты что, не знаешь, как армия выглядит сегодня? 500 дней войны сегодня. Ты что? Да. Ну так и что ваша армия сегодня из себя представляет? Очень жалкое зрелище. Мир разу не чемпион. Чемпион. Обоснуй. В смысле? Ну мы взяли в этом году Кубок России. Ну и что? Причем здесь Кубок России? По футболу? По ногамячу? Да. Как ты думаешь, почему ЦСКА не участвует в Лиге чемпионов? Потому что вы пи***шаете нам. Ты только не ругайся. Поясни. Не понял. Причем здесь мы? Причем ты нас обзываешь? За что? Причем здесь мы к футболу? Ты лицо свое покажешь. Ты лицо не покажешь. У меня отсвечивает экран. Я тебя не вижу. Говорю сейчас. Ну тут отсвечивает. Тут люстра мешает. Ты ниже опусти камеру. Смотри. Камеру ниже опусти. Байден вас всех сам держит. Из-за этого Байдена... Ну с этим Байденом значит все связаны вот эти европейские страны, в которых есть эти крутые клубы в Лиге чемпионов, которые состоят. И вот из-за этого то, что вот эта война значит нас и не допускает. То есть вас как бомжа не пускают в кафе, да? В ресторан. Мы не бомжи. Мы богачи гораздо. Богачи чем кто? Мы. Чем кто вы богачи? Чем кто? ЦСКА богаче чем Барселона? Чем Барса? В смысле? Или чем кто? Чем Тоттенхэм? Что ты имеешь в виду? Ну да, Барселона тоже твари. Да, да, богачи Барселона тоже. Реал уже нет, Реал нормальная команда. Кто тебе сказал, что вы бога? В смысле? Вас не пускают, как бомжи, не пускают в ресторан. То есть фейс-контроль не проходите. А почему, как ты думаешь? Не знаю. Как ты думаешь, а когда-нибудь ЦСКА когда-нибудь будет играть в Лиге Чемпионов? Ну, с Барса и с Реалом, там, с Тоттенхэмом? Естественно, она чуть не выиграла ее один раз. Мы брали Лигу Европы. Когда она будет играть в Лиге Чемпионов? Как ты думаешь, когда? Когда война закончится. О, ты умный парень. Я сразу подумал, что ты умный парень. А когда война закончится, как ты думаешь? Не знаю, когда время придет. Ты не знаешь. Тоже хороший ответ. А теперь самый важный вопрос. Адь, задам. А чем закончится война? Как ты думаешь? Ну, мне кажется, мы выиграем. В смысле? Ну, победим вас. Хорошо. Смотри. Футбольная аналогия. С одной стороны ЦСКА в своем лучшем составе. Но только исключительно, исключительно. Без легионеров. Только местные. Все. Ну, вот эти ваши. Филимоновы. Ты понял, да? Вот это Дзюба. Вот это, короче, ваша вся тусовка. Дзюба, он рукастый. А против вас? Против вас. Ну, рукастый. Дзюба рукастый. Я понимаю. А против вас играют все остальные. Все испанцы, итальянцы, французы. Ну, ты понимаешь, да? Англичане. Ну, да. Вот все. Все. То есть, с одной стороны Россия, а с другой стороны все европейские страны, все футбольные. Как ты думаешь, кто победит? Вот футбол. Выходят лучшие люди Испании, Италии, Франции, Англии на футбольное поле, да? Лучшие. И лучшие игроки России. Кто победит? На кого бы ты поставил? Ну, если за свою родину, то, конечно, на Россию. За свои деньги. Если по-честному, ты бы поставил ставку, ты отдал бы все деньги на то, что Россия победит в этом футбольном матче. Все нет. Все нет. Соточку поставил. Понимаешь, да, почему? Потому что шансов нет. Да. Почему же ты думаешь, что вы победите в войне? Почему? Есть, может. Что есть? Может, есть шансы победить. Ну, не в войне именно, в этой футболе. Ну, ты же вроде в футболе разбираешься, чувак. Ну. Подумай сам. Ну. Какие шансы есть у России? Ну, может, и есть. Какие? Ну, какие? Ну, в смысле, хорошо. Можно поставить с оптимизмом. Что, например, Россия проиграет не 10-0, а меньше. Ну, там, например, ставка такая. 9-0 там, например. Ну, 10-0 мы уже и не проиграем, конечно. Вот 10-0, типа, ну, как бы, типа, не проиграем. Станем все в ворота, закроем вот так. Просто на штангу повиснут все футболисты, понимаешь? И типа не дадут расстрелять. Ну, и то, я думаю, шансов мало. У нас вратарь хороший есть. А, отличный у вас вратарь. Так, подожди. Если у вас таких шансов нет, как же ты думаешь, что вы победите в этой войне? Ведь против вас все. А вы одни. Не, против нас только вы и Байден. А кто у вас союзники? У нас союзники европейские союзники. А все остальное это поддержка у вас только. Нам Европейский союз, НАТО, помогают вооружением, боеприпасами, понимаешь? Финансами, деньгами. Ну вот. Ну. А откуда у вас еще они взялись? Ну, потому что у нас есть союзники. А как ты думаешь, а у вас кто союзник? Кто вам помогает? Китай. Чем вам Китай помогает? С чего ты делал, что он союзник? А кто он? Он что, враг наш? Ну, он с вас просто деньги имеет. Все. Он вам продает дешевые китайские телефоны и пластиковые игрушки. За это получает свои миллиарды. Но он же вам не поставляет ни технику, ни солдат, ни боеприпасы. У вас, по сути, нет союзников. Ну, может и нет. Ну, как это может и нет? Просто их нет. Да как же получается, такое у тебя есть мнение, что вы победите в этой войне? На чем оно основано тогда, не понимаю? Почему мы должны проиграть тогда? Потому что вы одни, а против вас весь мир. Не весь. А кто у вас союзники? Давай вернемся. Хорошо. Тир-р-р назад. Перемотка. Кто у вас союзники? Какие государства вас поддерживают? Беларусь. Казахстан. Китай. Китай вас не поддерживает. Китай не поддерживает. Вас поддерживает только Беларусь. Но они же не вступают в войну ни за кого. Но они не союзники ваши. Они вам не помогают вооружением, боеприпасами, бронежилетами, техникой, танками, снарядами, артиллерией, машинами. У нас это, потому что у нас это есть все. У нас все это есть. Ты же Пригожина смотрел в ТикТоке. Пригожин кричал. Герасимов! Шойгу! Что он кричал дальше? Ну. Вспомни, что он кричал? Кричал и кричал. Что? Уже все. Что он кричал? Тут важно, что он кричал. Герасимов, шойгу дальше. Что он кричал? Ты же помнишь в ТикТоке смотрел? Ну, помню. Что кричал он? Где? Плохо. Что плохо? Он кричал, где боеприпасы? Ну. У нас. Так нет боеприпасов. Нет. Не хватает. Хватает. Ну, это просто им не послали там какую-то часть. А я тебя понял. Слушай, ты изначально вроде как будто был бы, ну, и не глупый парень. А выводы какие-то у тебя неправильно. Тебе стыдно за страну свою? Неохота болеть за команду, которая однозначно проиграет. Правда? Не повезло тебе. А хотел бы ты, например, уехать из страны? Нет. Почему? Зачем мне уезжать? Как ты видишь свое будущее, например, в России через 20 лет? Кем ты будешь? Я откуда знаю, кем я буду. Но как ты думаешь, приблизительно, как ты будешь зарабатывать на жизнь? Как будет выглядеть жизнь в России через 20 лет? Да я откуда знаю, я че? Понял тебя, ты злух. Как ты думаешь, будет ли через 20 лет существовать клуб ЦСКА? Конечно. Да ты оптимист еще, к тому же. Окей. У тебя ко мне какие-то вопросы? Ты паник так прям загрустил как-то? Ты не грусти. Ты не на тех коней поставил, чувак. Ну, на кого мне ставить? На победу добра. Добро побеждает тебя в итоге. Ну, те, кто защищается всегда. За ними же правда. Согласись. За кем? Смотри, какая штука. Помнишь, в школе, когда драка происходит, всегда взрослые всегда выясняют, кто кого первый ударил. Помнишь? Для них это всегда важно. Почему, как ты думаешь? Ну, чтобы отругать. Нет, отругают, ну, будут ругать сразу двух, кто дрался. Вот, два пацана подрались. Ругать будут и того, и того. Но кто-то из них виноват. А кто-то нет. Вот тот, кто виноват, это тот, кто первый ударил. А второй, который тоже дрался, принимал участие в драке. Он защищался. И всегда выясняют, кто кого первый ударил, для того, чтобы понять, кто прав, кто виноват. Согласись. Ну, да. Значит, правда за тем, кто защищается, верно? Кто же защищается в этой войне? Россия или Украина? Ну, не знаю. Может, оба. Как ты не знаешь? В смысле? На территории какой страны идет война сейчас? На вашей. Значит, кто защищается? Кто на кого напал? Ну, вы защищаетесь. Значит, мы защищаем. Значит, кто из нас прав? За кем правда? За нами. Почему? А почему за вами? Ну, кто защищается? Кто на кого напал? Вы на нас напали, верно? Ну. Ну. Значит, мы защищаемся. Значит, кто из нас прав? Тот, кто защищается? Или тот, кто напал? Тот, кто напал. Ну, потому что если нападать... Ну, смотри. Нападать... Ну, мы же не без причины какой-то напали. В этом-то вся штука в школьной драке. Что когда спрашивают, за что ты его ударил в глаз? И ткнул его там каким-то... Карандашом в глаз. Он говорит, а он меня обозвал нехорошим словом. А взрослые всегда говорят, обзови его в ответ нехорошим словом. Но драться же нельзя. Согласись. И наказывая того, кто... Ну, может, и можно. Нельзя. Кто-то сказал, что можно. Мало ли, как он это сделал. Какая разница, как он это сделал. Мало ли, как он его обидел. Прав тот, кто защищается. И не прав тот, кто нападает на соседние страны. Поэтому все остальные страны нам помогают не потому, что мы хорошие, не потому, что мы им нравимся, что мы симпатичные, ну и так далее, понимаешь? Не потому, что мы друзья, а потому, что за нами справедливость. Мы защищаемся, а вы гопники. Ну, тот, который отжимает в школе на углу, в курилке, на углу школы, отжимает мобилу у младшеклассника. Тот, который помладше, поменьше. А взрослые защищаются, серьезные, защищают его. Говорят, ты телефончик-то верни и заплати ему денег. Ну, вот, он ему вернет и все. Вот, а кто победит в этой войне? Получается, что победит Украина. Так же выходит. Ты не на тех поставил. С чего вы-то победите? Потому, что за нас все... Ты же тот же сам будущий не видишь. Как я не вижу? Почему это я не вижу? Конечно, оно очень легко прогнозируется. Нас поддерживают все страны Европейского Союза и США. А вас никто не поддерживает. Поддерживают и поддерживают. Поддерживают это они как раз из-за США. Ну, и США нас поддерживают в том числе. Вы одни против всего двора. Понимаешь, когда стрелка, стрелка, когда, короче, драка за гаражами. Он один, а против него пришел весь двор. Кто победит? Ну, тогда драться нельзя уже. Ну, так он виноват. Это ж он на стрелку вызвал всех. Понимаешь какая-то штука? Ты не на тех поставил. Значит, драться уже нельзя будем. Я тебе советую так. Смотри какая штука. Не сделай ставки никогда. Не играй в тотализатор. И не ставь. Даже соточки. Не играй никогда. Ты будешь всегда ставить не на тех. У тебя еще не сформировалась причинно-следственная связь в голове. Кто должен победить и почему. Поэтому ЦСКА скоро в ближайшей перспективе, как клуб военной армии, военный клуб, спортивный, центральный спортивный клуб армии, существовать скоро не будет вообще. Поэтому ты выбирай себе лучше болей за какую-нибудь там Барсу, я не знаю, или за Тоттенхэм. Но они точно будут. Нет, я буду болеть за ЦСКА до последнего. Ну, недолго тебе осталось болеть. В принципе, болеть такая штука. Я, например, вообще предпочитаю не болеть и быть здоровым. Чего, собственно, всем и рекомендую. Делайте ставки правильно, а ставки рекламировать я не буду принципиально, потому что не моя тема. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем вы ребенка в чатулетку показываете? Ну, а чего такого? Ну, не знаю. Тут столько такого всего. Не такого. Да, ему бы такое бы и не смотреть бы. Даже меня иногда это удивляет. Хотя, казалось бы, чего я там не видел? Но, блин. Ну, блин. На меня просто какая-то падла. Низа что бан кинула. Ну, и мне банк прилетел на несколько лет. Нормально, нет. Здрасте. Здрасте. Что пьете? Что пьете хорошего сегодня? Да, мы только похмеляемся пивасик. Похмеляете? Пивасик. Да, у меня именины были. Именины были. Футбол ждете? Как футбол вообще в целом? Как российская сборная? Слушай, по поводу футбола, это вообще-то болезненная тема по поводу футбола. На ставках зависаем. У нас там хиксбет есть, ммлбет есть. На ставках двигаемся, зависаем, денег поднимаем. Но ставку делать надо против России, правильно? То есть, болеть за Россию, а ставить против, чтобы денег хотя бы поднять? Ну, смотри, когда был матч от России и Финляндии, я непосредственно ставил на финнов. Ставил на финнов? Да, я ставил на финнов. Итак, вся Россия, с кем не пообщаешься, они ставят против своей сборной. А почему? А потому что она не подведет. На ней можно бабок поднять. Они один и хуй. Так, ребенок же, ну не матерись, ребенок же прямо рядом с тебя, полметра. Какая разница? Нет, это ребенок уже большой, но он уже растет, такой, знаешь, в современной цивилизации. У меня под боком до фиги еще те, кто матерится. Это все учат школы. Это какой город Россия? Это Алтайский край. Алтайский край. Понял. А я тебе скажу, знаешь, как интересно? А мы смотрели футбол всем офисом и весь офис ставил на победу нашей сборной. Причем, что интересно, практически угадали, поставили на 3-1, на 3-1, я не ставлю принципиально, я просто не играю в азартные игры. И все ставили на нашу сборную, на свою, да? На 3-1. И почти 3-1, блин, ну пенальку не забили. Ну, блин, так было обидно. Почему украинцы верят в победу своей сборной и поддерживают ее, а россияне не верят в победу своей сборной и ставят ставки против? И так вся страна. Как ты думаешь, почему? А потому что мы верим своей бабке. Мы знаем, что Россия по-любому на футбол играть не умеет. А знаешь почему? А потому что у нас по стране в ледниках, у нас нет футбольных полей, у нас нет достаточно такого спортивного образования. и, знаешь, вот я живу в Сибири, здесь постоянно снег, лед, холод. У нас есть ледовые катки. А почему нет? У нас есть хоккей. Так в хоккей же тоже просрали недавно. Че? Ну, смотри, если ты смотрел находит. Так, ну просрали же вообще. Канадцы же вас... Так и канадцы играли. Какая команда играла? Студенты. НХЛовцев почти не было. Вообще позорно. Вот так вот просто... Если бы ты смотрел на самом деле матч, ты видел матч? Россия-Канада? Ты видел его глазами своими? Я лично смотрю. А скажи, пожалуйста, а почему у вас нет стадионов? Почему не играет Россия в футбол? Почему нет стадионов? Почему денег не хватает или что? Какие проблемы? Все любят футбол, значит, все интересуются, а стадионов нет. Почему, как ты думаешь? Ну, слушай, здесь вопрос на самом деле спорный. На самом деле, я бы сказал, больше политический вопрос. Возможно, что в каком-то сфере деятельности просто не хватает талантливых людей. Для чего? Чтобы стадионы построить или что? Нет, не, подожди, не стадионы. Просто есть ребята, которые на самом деле хорошо играют в футбол на сельских стадионах. Просто в условиях, там, я знаю, что там сами себе сделали. Ну, так летом, два месяца лета, а потом началась грязь, грязь потом замерзла, и играть нельзя. Смотри, ребят талантливы достаточно много. Их на самом деле много. Но здесь, здесь вот такая своеобразная политика, что у кого есть бабки, тот тропируется. Ну, подожди. Если у тебя папа... Власть должна же быть заинтересована в том, чтобы люди развивались, играли в футбол. Понятное дело, что у тебя там на Алтай холодно. У тебя чуть-чуть там... Не слушай. Целый месяц... Да, хорошо у вас там летом, целый месяц снега нету. А потом снег круглый год. Понятное дело, что нужны скрытые стадионы, поле с подогревом. Почему он не строит? По какой причине? Почему нет стадиона? У нас больше строят... Тебе еще раз объясняю. У нас больше строят ледовую арену. У нас очень большие и крупные ледовые арены. У нас в Барнауле очень их много. На каждом шагу ледовая арена. У нас почему-то больше признается, соответственно, это, скажи... Хоккей. Но также, судя по школьной программе, как я в школе учился, как вот, допустим, мы, ребятишки, будут учиться, у нас всего хватало всего. Нас воспитывали. То есть я умею играть в баскетбол, умею играть в хоккей, умею играть в футбол. Но на самом деле таланты, талантливые ребята, они в коей степени пропадают. То бишь это... Как сказать? Если у тебя есть богатый папа и мама, то бишь ты пробьешься. То бишь та же самая спортивная форма, то же самое мяч, это все стоит дорого. Понятно. Это нужны деньги. Слушай, а как у вас в Алтай там с деньгами? Как с зарплаты, в принципе? Нормально? Хватает? Все в порядке? Ну смотри. Средняя зарплата, если так вот считать по сельскому, то есть я живу в Пригороде, наверное, пятнашка. Это вот это по силу. 15 тысяч. 15 тысяч у вас зарплата. А я вот открыл новости, читаю, смотри. Минимальная зарплата сотрудников Макдональдс в США составит 1760 долларов в месяц. То есть почти две штуки баксов будет зарабатывать даже уборщица в Макдональдсе. Минимальная зарплата. То есть уборщик, вот любой уборщик в Макдональдсе будет получать почти две штуки. У тебя откуда такие сведения? Так вот, новости, это же новости. Все новостные сайты про это написали. CNBC пишет про это. Новостные сайты пишут про официальную, то, что нужно из МАИ. Макдональдс? Нет, смотри. Самые низкооплачиваемые сотрудники Макдональдс будут получать за час работы от 11 до 17 долларов. Таким образом, сотрудники в американских заведениях сети при полной занятости на полную ставку будут зарабатывать 1760 долларов в месяц. Это приблизительно 130 тысяч. Даже если ты на полную ставку и работаешь уборщиком. Ну, то есть полы просто моешь. 1760 баксов. Почему, как ты думаешь? Да, слушай. Это Америка. Знаешь, что вот есть такая замечательная русская пословица. Нет, есть замечательная русская пословица. Чужая жизнь – это всегда потемки. Замечательная русская пословица есть. Везде хорошо, где нас нет. Слышал. Классная, правда? У нас на Украине зарплата больше. У нас минимальная зарплата выше в Украине, чем в России. Конечно. Ну, ты чем занимаешься? На сколько? Объясни. Вот смотри, чем ты занимаешься. Минимальная зарплата в Украине, выше, чем в России и уже довольно давно. С января месяца этого года точно. И это все, ну это общеизвестный факт, чувак. У вас какая заплата? 11 762 рубля, по-моему, да? Минималка. Это установлено в государство минималка. Ну, правильно, установлено. А у нас установлено государством выше, чем у вас. Даже в доллары перевести. А вот откуда бабки даете? Вот просто ваше государство, откуда бабки даете? Мозги у нас есть. В смысле государственность налогов. А у вас государство откуда бабки берет? Зачем вы с нашего государства трясете за газ последние копейки? Хватаете за это, как за... А, не знаю. Что, 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 что? Вы пытаетесь трясти за нас транзит газа последние копейки для себя. Мы пытаемся из вас... Что, что? Ничего, вообще ничего не понял. Вы пытаетесь запретить северный поток для того, чтобы транзит газа шел через вас. И вы имели с этого денег. Конечно, мы имеем с этого по 3-5 миллиардов долларов в год. Конечно, это приличные деньги. А почему нет? У вас же и так минимальная зарплата выше. Зачем вам это? Ну, это минимальная зарплата. Нужно, чтобы и максимальная была тоже выше. И средняя поднималась. Конечно. Ну, чтобы у нас... Смотри. У нас в Украине есть проблема стоматологии. Но не такая сильная, как в России. Вот есть, честно. Вот сказать, что нету, но это была бы вранья. Да. У нас люди вставляют себе передние зубы. Прикинь. Даже в селах. Но есть так... Но есть проблема. Но люди зарабатывают. И стоматологи у нас тоже приблизительно зарабатывают. Пиво зубами, если не открывать, то, в принципе, с зубами будет все нормально. Это для этого нужны деньги. Это же нужно развитие. Поэтому нам нужны деньги. Понятное дело, что тут такого? Что непонятного, что нам деньги нужны? Это вам, россиянам, зачем деньги? Хорошо, что стали пиво производить с пластиковой крышечкой. Правда? Открывать удобнее. То, что раньше так зубами... Нижний зуб напополам. А сейчас пластиковую крышечку можно грызть так удобнее. Правда же? А зачем ее грызть? Ее можно просто руками открутить. И нифига себе. А куда? А зубы тогда зачем человеку? Жубы, чтобы кушать. А зачем здесь пластиковые пробки? Что хорошего вы кушаете? Чем питаетесь в России? Да. Едой. Ну, мы ни в чем не отказываем. Ни в чем себе не отказываем. А почему тогда зубы выпадают у россиян? Да к***я, х***я. Я не знаю, с какими ты россиянами общался. Ну, не знаю. Ну, с вами вот сейчас... А зубы выпадают только... Зубы выпадают только у россиян? Ну, у россиян выпадают зубы чаще, чем у всех остальных. Но еще проблема в том, что они их не вставляют. Откуда такая информация? Да я в чат рулетки общаюсь. По два раза в неделю стримы, конечно. Заходишь, смотри. Есть телефон какой-нибудь под рукой? Еще один. У вас не один телефон на всех? Да, конечно не один. Давай, бери еще один телефон дополнительный. Ну, я тебе сейчас покажу, это вообще несложно. За один клик мышкой сразу все поймешь. Покажи что, зубы? Это будет интересно, сюрприз. Ну, давай. Давай, бери телефон, открывай YouTube. Есть у вас YouTube? А ты будешь как гуглить? Да, конечно. В гугле или в Яндексе? Ты в Яндексе гуглишь? Ну, в основном Яндексе. В Яндексе. Ну, давай, открывай Яндекс, гугли в Яндексе YouTube. Открыл? Да, целый. Да. Гугли в Яндексе, пиши YouTube, пиши. Андрей Луганский. Будьте, я с пакетом. А, я понял. Свой YouTube канал. Никто никого пока еще, все живы. Что, Андрей? Андрей Луганский, что показывает там тебя? А, даже вон как. Ничего. Если гуглить в Яндексе YouTube, то, конечно, ничего особенного не покажут. Да нет, нет, вот пошел. Пошел? Что там? Прямой эфир, есть прямой эфир? Видишь там? Нет, прямой эфир. Да. Тут он мне купленил, да? Есть? Нету. Как нету? Если есть. Ну, вот, смотри, видишь? YouTube. Так, ничего не видно. Подожди, ты мне покажи, ничего, изображения нет. Чего-то камера зависла. Оно нет. Андрей Луганский, видишь? Прямой эфир, видишь там, нет? Подожди, стой. Это вообще что-то другое. Прямо в YouTube, зови, Андрей Луганский. Я не прошу. Молодец, Малой, сейчас подскажет, как правильно. Ладно, не отвлекай. Ты сам в YouTube это все зашел. Так, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Андрей Луганский там еще. Есть прямой эфир, видишь? Да, подожди. Боже, интернет в Алтайском крае. Я бы уехал бы оттуда, бы вообще совсем. Причем деньги на этом огромные. Если канал хорошо поднимешься, то это огромное. Ты видишь прямой эфир, нет? Вот же задача, да елки-палки. Найти в YouTube Андрей Луганский, нажать кнопку. Что, нашел, все, переключился? Им понравятся комментарии.